Сегодня, дорогие братья и сестры, Святая Церковь предложила нам евангельскую историю, еще раз напомню, не просто событие, а реальную историю, о насыщении пяти тысяч людей, не считая женщин и детей, пятью хлебами и двумя рыбами. Почему? Это абсолютно реальная история. Паломники, которые посещают Иерусалим, обязательно посещают и Капернаум, там, где проповедовал, там, где учил Христос, и показывает на дороге к Капернауму эту большую холмистую местность, на которой Христос воссел и совершил это чудо, о котором мы читали сегодня в Святом Евангелии. Нужно сказать о том, что совершилось это событие после того, когда усекли главу Святому Иоанну Крестителю. Услышав, Иисус удалился на лодке, пустынное место один, а народ, услышав, потом пошел за Ним из городов пешком. Христос уходит из Иерусалима. Он уплывает на лодке один, а за Ним уже следует огромное количество народа. И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных. И вот здесь интересный вопрос. А почему Господь исцеляет больных всех, кто пошел за Ним? Ведь в Евангелии мы знаем, что кого-то Он исцеляет прикосновением, кого-то отправляет умыться в силуатской купели, кому-то налагает руки, а кого-то просто исцеляет словом. А здесь Он исцеляет всех, кто только был среди тех, кто пошел за Ним. Те, кто уже пошел за Христом, они уже этим засвидетельствовали свою веру во Христа. Вот это очень большой пример нам, что те, кто пошли за Христом, уже проявляют свою веру. И каждый приход человека в храм – это свидетельство его веры. «Я верую в Тебя, Господи, верую и исповедую, что Ты воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришед и в мир грешные спасти. И поэтому я прихожу к Тебе, Господи. Я прихожу в храм, если я живу в одном городе, переезжаю. Если вдруг я еду в командировку, я посещаю родных и близких, в деревне, в станицу, в воскресенье иду к Тебе, Господи, и в святое воскресенье Твое славлю. Запомните, тот, кто идет за Христом, уже достоин духовного и физического исцеления. Христос исцелил всех, кто пребывал с Ним, тогда, когда Он совершал это удивительное чудо. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Вот здесь еще один очень важный урок для всех нас, дорогие братья и сестры. Мы иногда думаем, пусть другие сделают, пусть другие помогут. Вы дайте им есть. Вы помогите страждущим. Вы окажите помощь бедной старушке, многодетной семье, живущей рядом с вами. Вы не пройдите мимо. Посмотрите, какой урок дает Христос. Не надо им идти, они могут сами пойти в соседнее селение, купить себе на какие-то сбережения. Вы помогите людям. Вот к чему призывает Христос. Они же говорят Ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Но представьте, как можно было бы отреагировать на такое предложение, как у нас денег нет, еды нет. Господи, как? Как нам накормить такое количество людей? Ты посмотри, сколько за тобой идет, сколько верят в тебя, а тем более, сколько получили исцеление и не уходят. Ведь мало того, послушать Христа, ощутить в своем сердце, а если еще в своем теле облегчение, то человек вообще никуда не хочет уходить. И они просто сидят, они не уходят, даже если куда-то их сейчас послать за едой. Вот потому вы дайте им есть, говорит Христос. И когда ученики начали припираться, что, дескать, нечем накормить, кроме пять лепешек и две рыбки, Христос сказал им, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Обратим внимание на последний и очень важный момент этого чудесного насыщения. Христос, раздавая ученикам своим хлеб, прежде всего возрел на небо и дал нам пример, что ни одну трапезу, даже кусочек хлеба вкусить мы не имеем права, как христиане, без того, чтобы посмотреть на небо, обратиться к иконе и поблагодарить Господа, подающего хлеб наш насущный на каждый день. Вот почему эту молитву. Каждый христианин, особенно глава семьи, должен читать перед началом трапезы. Жена, дети, внуки, гости, никто не садится без молитвы. Прежде всего мы должны дать Богу славу, помолиться, благословить стол и приступить к трапезе. Этому учит нас Христос. Даже тогда, когда тебе очень хочется кушать, и ты проголодался, и ты, может быть, находишься даже не в доме, не на своей кухне трапезной, ты в поле, вот как сегодня. Ты в пустыне, ты на холме, на улице, но ты обязательно должен помолиться. Я приведу вам сегодня один пример. Однажды один отшельник, живя в лесу, питался очень скромно, постился, молился, просил Господа о помиловании, о спасении. И вдруг к нему заходят два путника, проголодались, голодные, немножко продрогли. Он завел их себе в убогую келью, посадил, немножко согрел, дал им попить воды. Но они говорят, мы очень хотим кушать, водой мы никак не сможем утолить свой голод. Ну тогда, говорит, вам придется подождать, мне нужно приготовить вам. Вот он на огне приготовил им кашу, что-то, как они потом вспоминали, барматал, а потом угостил их. И когда они кушали, то удивлялись и говорили, что за такая вкусная каша, никогда такой вкусной не ели. А когда поели, всего немного. И вдруг стали друг другу говорить, как ты себя чувствуешь? Слушай, я как будто так плотно поел, а всего, всего ничего, а так насытился. И решили спросить у этого отшельника, какой чудесный рецепт, как ты готовишь такую кашу, что даже малым мы насытились. Казалось бы, немногим, но мы удовлетворили голод. А он говорит, я это делаю с молитвой, готовлю с молитвой. И вам преподал с любовью и благословением. И они поняли, что трапеза с молитвой, это совсем другая еда. Это уже благословленная трапеза, которая насыщает, которая укрепляет силы души и тела человека. Вот почему, дорогие братья и сестры, обязательно сами перед едой должны молиться. И после еды Господа, напитавшего нас своими благами, благодарить. Благодарим тебя, Христе Божий наш, як он насытил еси нас земных твоих, не наших. Не наших, тут нашего ничего нет. Мы не растили ни пшеницу, не пекли хлеб. Всем ты нас насытил, Господи, твоих благ. Не лиши нас и небесного твоего царства. Но так как ты посреди учеников своих пришел, если спаси, мир дая им, приди к нам и спаси нас. Вот так вкушает пищу православный христианин. Так перед началом просит благословения на трапезу и в конце не торопится убежать по своим делам. А еще встать вместе с семьей, со своей супругой, с детьми и внуками. Не торопитесь, давайте будем благодарны Господу, который напитал нас своими благами. Не лиши нас и небесного твоего царства, Господи. И вот так живет православная семья, православный человек. И самое главное теперь, когда мы вкушаем хлеб наш насущный, то Спаситель, раздавая ученикам своим апостолам хлеб, который благословил, в этом мы видим прообраз Святой Евхаристии, который после воскресения Христа и вознесения Его на небо, апостолы, последователи их, священнослужители, раздают народу. И не просто пять тысяч, а множество православного народа, приходящего в Церковь Божию, вкушает этот небесный хлеб, который благословил Христос. И которые продолжают и до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа будут продолжать раздавать Его последователи, ученики, священники, народу православному, который верует и исповедует, что Ты, Иси, воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришед и в мир грешные спасти. Вот какое удивительное значение имеет сегодня прочитанное Евангелие. Давайте же мы извлечем из Него глубочайшие уроки. Будем всегда, как этот народ, стараться следовать за Христом. Ведь тот, кто за Ним уже пошел, он уже получил исцеление своей души. Сравните свою веру, свою душу с теми, кто не познал Господа, кто живет сейчас в грехе, в разврате, в пьянстве, в наркомании, тот, кто живет в блуде. Сравните свою жизнь до принятия веры и после обращения ко Христу. И поблагодарите Господа, что мы узнали Его, и пошли за Ним, и уже получили исцеление от своих страшных, греховных ран и недугов через покаяние, через причастие и участие в Таинствах Святой Церкви. Обязательно будем, дорогие братья и сестры, помнить, что то, что мы получаем от Господа, нужно беречь, как дар Божий. Не случайно Христос говорит, соберите еще и все, что осталось, чтобы ничего не пропало. Вот на этом тоже мне хотелось бы обратить ваше внимание. Чтобы ничего не пропало, казалось бы, ну, столько хлеба, еще и 12 коробов собрали. Нет, нет, посмотрите, ничто не упало ли, подберите, соберите, чтобы крошечка не упала. Когда вы кушаете, возьмите столько, сколько съедите. Будем рачительно относиться к продуктам, к пище, которую приобретаем. Не брать ее заранее или, может быть, на какой-то долгий срок, чтобы она пропадала, а чтобы, может быть, была возможность поделиться с другими, и чтобы ничего, по слову Христа, не пропало. Вот дай нам, Господи, не только насыщаться и перед этим благодарить, но не забывать и жить так, чтобы быть достойными этого хлеба. А для этого, если вдруг споткнемся, а может быть, и упадем, будем приходить в церковь, будем каяться в своих грехах и будем причащаться небесного хлеба, который Господь подает в церкви всем верным своим в таинстве Святой Евхаристии. Вот тогда, причастившись к святых Христовых таинств, мы почувствуем, как любит нас Христос. И мы почувствуем причастность себя к тем людям, которых Он напитал на берегу Галилейского моря. Мы будем чувствовать себя частицей той церкви, которой основал Христос. С праздником всех вас, дорогие! И пусть Господь по молитвам всех святых укрепит нас в благодарности к Нему, в вере к Нему и в надежде на Господа нашего Иисуса Христа, Которому со Отцем и Духом вечная и благая слава! Аминь!